Чтобы после четвертого срока, иншаллах, был и пятый, и шестой, и до конца в жизни. Вот это я живу. Конечно, есть и плюсы, и минусы. Мы все понимаем, что в свое время у нас были царебатчики, императоры. Но вопрос самый важный стоит в стране. Это повышение качества жизни, экономический рост и, конечно, повышение в целом благосостояния российских граждан. Вот нам об этом нужно больше думать и заботиться. А от того, сколько человек управляет, один, два, три, четыре, пять сроков, ну, к сожалению, не всегда это, как говорится, количество переходит в качество. Вот они в качестве обоснования говорили о том, что раз у нынешнего президента Владимир Владимировича хорошо получается, то есть, ну, надо в этом плане как-то ему продолжить дать возможности. А получается, что у него сейчас вот... Ну, знаете, ну, президент только сейчас был избран. В условиях, когда кандидат в президенты имеет высочайшую поддержку граждан страны, считаю это возможным. Вы против того, чтобы дать Владимир Владимировичу возможность третий срок подряд занимать должность? Или это от него зависит, от его решения? Я думаю, что прежде всего это зависит от решения президента. У ЛДП другая позиция. Мы сторонники того, чтобы был всего один раз. То есть вы против того, чтобы Владимир Владимировичу дать возможность еще поработать? Не связано с именами и фамилиями. Для нашего государства, как и России, со своей многовековой историей, со своей самобытностью, со своими традициями, может быть, и двух сроков будет маловато для того, чтобы наладить и поставить Россию на тот путь, который будет отвечать требованиям, чаяниям наших граждан. Я что, до столиц, что ли, где буду сидеть? Нет, нет.